Всем привет! Продолжаю снимать влог и у меня к вам вопросик, а есть ли у вас какая-нибудь книга или серия книг, о которых вы мечтаете, но не можете их приобрести, потому что они вышли из продажи или еще по какой-то причине их раскупили. Вообще-то причин может быть много. И у меня были такие книги, и это, конечно же, Гарри Поттер в старом издании от Rossman. И сейчас моя мечта сбылась. Вот они, вот они красавцы. Конечно, Гарри Поттер продается и сейчас, но в другом издании и просто с жутким переводом. А я хотела именно перевод Rossman. У меня в детстве была только одна книга, это вот это вот Дары Смерти. Я помню, как бабушка мне после стоматолога ее купила. И тогда был только запуск этой книги в книжных магазинах, везде была реклама. Я потом ее куда-то потеряла, не знаю куда, но теперь она у меня есть. И именно точно-точно такая. Это для меня было очень важно. Сама я прочитала, по-моему, только две книги, но это было в электронном виде, в хорошем переводе от Rossman, потому что новые читать просто невозможно. И теперь я смогу продолжить свое погружение в мир Гарри Поттера с помощью бумажных книг. Как же я рада, боже. Теперь осталось придумать, на какую полочку их поставить. Хочу вот куда-нибудь вот прям на видное место, на одну из этих. Сейчас посмотрим, куда они по размеру встанут. Слушайте, давайте я на самую свою любимую полку сейчас засуну их. Уберу просто диснеевские книги отсюда. Надеюсь, поместится. О, кстати, тут у меня, оказывается, Гарри Поттер лежит. Я про него забыла совсем. Проплятое дитя в виде пьесы. Пока не читала, если честно. Смотрите, еще какая у меня есть крутая книга с Кристиной Стюртной обложкой «Белоснежка и охотник». Обожаю Кристиной Стюртной, вы знаете. Тут тоже есть, кстати, сказки. Вот «Красавица и чудовище», «Малефисента». Еще, кстати, «Красавица и чудовище», но вот другая часть. Так, пробуем. Вот, идеально! Теперь осталось куда-то деть те книги, которые я отсюда эвакуировала. Я люблю класть эти книги сверху, чтобы не пылились все странички. Гирляндочку, конечно же, вернем на место, чтобы красиво подсвечивалось. И вот так в итоге я их разложила на эту полочку. И внизу Агата Кристи в мягкой обложке и мураками. Мураками вообще идеально встал по росту. И еще осталось место. Не к добру это. Вот так вот теперь у меня на книжных полочках. Давайте покажу поближе. Вот так вот, все красиво. Вот Гарри Поттер полочка. Тут Либордулга моя любименькая. Филипп Пуман. Тут вот эта полка у меня в черных тонах. Мне нравится очень. Со Стивен Кинг, детективы. И в этом шкафчике у меня, ну, Сумерки, Игра Престолов на своем законном месте, чтобы не отсвечивало вот так. И тут Романчики. Тут сборная соляночка. Вот так вот. И вот так вот. Все. Я довольна результатом. Напишите, как вам. И в этом видео вместе с вами хочу распаковать вот эту вот прекрасную коробочку, которая мне пришла с сайта InviPlan. Это сайт, на котором можно пройти специальный тест, и вам подберут индивидуальный набор масок для лица. Раньше я такого не видела, поэтому было очень интересно попробовать. И давайте вместе посмотрим, что же мне пришло. Тест на сайте состоит из достаточно большого количества вопросов, которые направлены и на кожу, и на волосы. Поэтому я надеюсь, что набор мне подойдет. У меня достаточно капризная кожа, сухая, чувствительная и так далее. Все, короче, прелести я собрала. И внутри еще обычно должна лежать брошюрка, напечатанная с инструкцией, с календарем, когда, в какой день маски эти нужно использовать. Но так как карантин и типографии закрыты, мне прислали план на почту. Сразу же я вижу кисточку для нанесения масок и также небольшое письмо. Давайте посмотрим поближе на кисточку. Прозрачная симпатичная кисточка, плотненькая. Буду пользоваться с радостью. Так, дальше я вижу вкусняшку, бомбар, батончик. Это протеиновый батончик без сахара. И в брошюре я вижу то, что по промокоду INVIPLAN дается скидка 15% на сайт bombbar.ru. Так что, кто обожает всякие вот эти вот здоровые батончики, то, может быть, вам понадобится, сможете сделать заказ со скидочкой. Тоже приятно. Далее, вот такие вот какие-то малюсенькие штучки. От марки Джон, наверное. Не знаю. Бэйкинг сода. И это у нас скраблица с содой. Вау! Отшелушивание и очищение. Интересный такой формат. Я такого не видела. Очень удобно брать с собой в путешествиях. Хотя, с нашей ситуацией об этом, наверное, не надо говорить. В общем-то, думаю, вы поняли. Интересно будет попробовать. Дальше. Что я вижу? Это, конечно же, доктор Джарт. Популярнейший, дорогущий. И это у меня маска для сужения пор с углем. Вау! Интересненько. Далее. Доктор... Тоже какой-то доктор. Хиалукс. Это лифтинг маска. Повышение тонуса и упругости кожи. Тоже лишним не будет. Далее. О, аловера. Обожаю. Маска с экстрактом алоэ. Увлажнение и освежение. Это корейская марка. Эунюл. Напишите, кто-нибудь знает такую. Я такую в первый раз вижу. И смотрите, как круто. Сама упаковка матовая. А капельки глянцевые. Очень красиво вылетит на камере. Так, дальше. О, что-то для волоса. Как вот эта вот марка. CP1, да? Правильно читается? Тоже достаточно популярная, профессиональная, как я знаю. И это у нас протеиновая маска для волос. Сбалансированное питание. Такой вот пробничек на один разок. Идет он в таком шприце. В большом формате. Часто вижу у многих блогеров. Хвалят. Так что, если понравится, то придется купить. Джиллов марка. Express Beauty. И это маска с экстрактом томата. Увлажнение и мягкость. Милд Клинсер. Видимо, умывалка. О, Фрудия марка. Тоже довольно популярная. И это у нас питание и тонизирование с экстрактом малины. О, я уже предвкушаю. Прекрасный аромат. Огурчик тоже обожаю. С экстрактом огурца. Освежает и увлажняет. Все, что мне нужно. И вот такая вот интересная штучка. Монстр такой. И у него на ручке какая-то перчаточка. И это у нас пилинг диски. Вау. Очищение и отшелушивание кожи. Как интересно. И здесь у нас 5 штук. Аж целых 5 штук. Очень, очень интересно. И последняя. И это маска гидрогелевая для кожи вокруг глаз. Увлажнение и питание. И интересно, почему тут нарисован градусник. Сейчас прочитаем. Температурная технология создает эффект плавления. Гель тайт, что приводит к более глубокому проникновению в кожу питательных веществ. Ух ты, как интересно. Я такого никогда не видела. Так что будем пробовать. Мне кажется, это прекрасная идея. Потому что в магазинах просто огромный выбор масок. И пока ты все это изучишь, подберешь то, что подойдет твоей коже, пройдет много времени. А тут все сделают за тебя. И заметили то, что марки, от которых представлены маски, вообще не дешевые. Вот это вот я вот сейчас только увидела. То, что это марка Апью, тоже корейская. Я обожаю этот бренд. И я раньше не видела таких вот дисков. Поэтому, если понравится, то с радостью буду покупать и дальше. Мне очень понравилось мое наполнение. Я уверена то, что все я это использую. Все прям вот тютелька в тютельку. К моему типу кожи тут и очищение, и увлажнение, и даже для волосиков что-то есть. И даже вкусняшка. В общем-то, очень приятный набор получился. Так что ссылку, повторюсь, оставила под видео. Заглядывайте. Сейчас прошу не смеяться. Потому что прошло всего пару дней. И мне пришла еще одна кукла, брат. Да, я немножко сошла с ума. Я вскрыла посылку на почте, потому что меня смущало то, что я нащупала. Как будто кукла развалилась. Но она просто сложилась пополам. Продавец продавала вот эту вот девочку и еще мальчика пляжного. Но мне мальчике вообще не нравится убраться. Поэтому я взяла только девчушку. У меня этого персонажа еще нет, поэтому я так загорелась ее покупкой. Ее зовут Сорая. И она из коллекции Родео. У нее оригинальные две юбочки и двое сапогов. То есть ей не хватает топиков. В комплекте шло два топика, и их, к сожалению, нет. И вообще получается, что у меня, у многих братс, нет именно верха. Как так получается, что именно он теряется? И еще вот такие вот туфельки, я просто от них в восторге. Мне очень нравится убраться от таких моделей на высоком каблучке с резким подъемом. Кому-нибудь из моих куколок повезет. Смотрите, какие реалистичные сапожки под кожу ковбойские. Я просто в шоке. Какая детализация у них. Также от нее же мини-юбка. Нужно обрезать лишние ниточки. Будет прилично выглядеть. Кстати, у всех братс на мини-юбочках есть вот такие вот дополнительные трусики. И вторые сапожки от нее. Тоже просто потрясающие. С имитацией шнуровки. Очень элегантные. Тоненькие такие. С остренькими носочками. На тоненьком каблучке. Я просто балдею от них. Юбка длинная. Сделана под вельвет с узорами. Нужно постирать ее, конечно. И сама кукла. Есть какое-то пятнышко на щечке. Немножко стерлись губы, но это совершенно не проблема. Издалека незаметно. Я удивлена, что сохранились косички заводские. Волосы я ей точно буду мыть, потому что они какие-то очень мочалистые. И за 500 рублей такой набор редкий. Это просто подарок. Я очень рада, что успела его увидеть на Авито. И возвращаясь к теме кукол, я их привела в порядок. Джейд просто моя любимица из одной из первых коллекций. У нее из оригинального кофточка. Вторая кофточка от нее на Ясмин. Я ей надела джинсики и сапожки. Такие вот на довольно активной платформе. У нее идут косички заводские, но мне пришли они в расплетенном виде. И смотрите, какие красивые волны остались после тех косичек. Я их не собираюсь выкуплять. Прекрасная. Джейд волос просто идеальная. Челочка ровненькая. Вторая Ясмин из коллекции. Там день рождения, по-моему, называется. Одела я ее вот так вот. Очень мне нравятся ее волосы волнистые. Я их помыла, кипятком не проходила по ним, и они такие вот немножко объемные. Совсем незаметными волнами. Мне очень нравятся. Я ей подняла руку, чтобы волосы не лезли на лицо. Они закрывали прекрасный макияж. И тоже он с блесточками. Следующая Ясмин у меня вот такая вот. Тоже я взяла топик от Monster High. Пришла мне также такая вот жилеточка. Юбка вот такая. Юбка от вот этой куклы. Прическу пока я сделала вот такую. На самом деле, хочу ей что-то поинтереснее придумать. Но пока фантазии не хватает. И мне безумно нравятся ее глаза. По-моему, я это уже говорила. Зелено-карие. Вау. И последняя куколка пришла мне совсем недавно. Ее зовут Сурая. Кстати, я вычитала сегодня то, что она продавалась всего в одной коллекции. То есть, это очень редкая куколка. Из ковбойской коллекции. У нее оригинальная юбочка. После стирки, к сожалению, почти стерлись узоры. Ну ладно, ничего страшного. Я после помывки их просто переплела. Теперь они более аккуратные. И волосы просто идеальные. Мягчайшие. Блестящие. На концах немножко они закручиваются. Я их не выпрямляла. Я их просто помыла. Подержала в альзаме-кондиционере. И мне очень нравится то, что у нее такие светло-светло-рыжие волосики. У меня рыжих девочек мало. Одна вот эта и вторая Мега. Но у нее более темные рыжие волосы. Поэтому вот. Такое пополнение коллекции. Я еще жду несколько братцев. Одну с Алиэкспресс, кстати. Так что во будущих влогах вам все покажу. Пишите комментарии, нравится ли вам про кукол. Каждый раз это спрашиваю. Я хочу быть уверена, что не зря снимаю вам кукол. Ну, по крайней мере, хотя бы мне будет это интересно пересматривать в будущем. Мы в маленькой комнате сделали небольшую перестановку. Так. Марсик, ну я хотела тебе показать. Короче, сделали перестановку. И недавно мы ее так засрали, что тут даже пройти нельзя было. Поэтому все вот переставили. Тут в основном сережные детали. Сушатся вещи. Верхняя одежда. Какая-то одежда, которой мы не пользуемся. И вот так вот мы поставили к стенке кровать. И коты вот там вот сидят теперь. Блин, так смешно. Они сейчас вместе там сидели. Но Марсик решил спрыгнуть. Короче, мы их сюда вообще не пускаем. Но кто-то забыл закрыть дверь. И они уселись вот на верхушке матраса. Выходим отсюда. Давайте на выход. Мася. Уходи. 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 Чем ее согнать? Вот вешалка есть. Давай. Давай. На выход. Давай-давай. Все. А сейчас комната спустя пару недель. Вот такая красота тут у Сережи. Пристыжу его на видео. Он посмотрит. Вот такая полоса препятствий у нас тут обычно творится. Куча компьютеров разобранных. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА